В Сочи в этом году беспрецедентное количество отдыхающих на 35% больше, чем в прошлом сезоне. Побережье напоминает советские времена. Занят каждый уголок пляжа. Весь город работает исключительно на туриста. Благоустроены все пляжные территории. Все для того, чтобы гости курорта получали массу удовольствия и уезжали из Сочи здоровыми и счастливыми. Пока только положительные эмоции. Мы здесь третий день. В принципе, были последний раз до Олимпиады. Решили приехать, посмотреть, как изменился город. В принципе, все нравится. Мы же не можем здесь себе в чем-то отказать. Это же море. Мы приезжаем на две недели и хотим отрываться во всем. Но отрываются все по-разному. Некоторые даже забывают про чистоту рук. Вот, например, девочка ест мороженое и не факт, что на пляже она помыла руки с мылом. Другая ест кукурузу, правда, она держит ее в пакете. И таких любителей поесть у моря здесь много. И дети, и взрослые не прочь купить у разносящих еду торговцев. А заболевки вают головой в сторону моря. Принято считать, что море виновата во всех бедах, произошедших с туристами на отдыхе. А ведь оно людям ответить ничем не может. Зато сотрудники Роспотребнадзора утверждают, что заболеть на пляже при соблюдении правил личной гигиены невозможно. По громкой связи людям объявляют о мерах предосторожности. О том, что Сочи, территория здоровья и на солнце, особенно с детьми, нужно находиться до 10 часов утра или после 16. А уж причина отравления все же в некачественных продуктах питания. Все-таки под солнцем нужно смотреть, как сам продавец. Одноразовые перчатки должны быть, как он все это накладывает, сколько это все хранится под солнцем. Ну вообще, просто вот был случай у родственников, что племянница отравилась йогуртом. То есть они купили йогурт, проносили его целый вечер, получается, в коляске. И вечером она покорнила ребенка. Вообще на пляже стараемся не покупать еду, и из дома с собой брать, ну либо в каких-то близлежащих кафе. А так, мне кажется, очень опасно. Я думаю, что все-таки это культура человека. Если у человека низкая культура, то он будет и есть, и сорить, и мусорить, и так далее. Если у человека высокая культура, то, скорее всего, он это сделает до, после, во время, может быть, где-нибудь в ближайшем ресторане, но явно не на пляже. На побережье второй месяц жары, тем не менее, какой-либо вспышки или массово групповых заболеваний в Сочи не зарегистрировано. Зимой мы говорим об острых респираторных заболеваниях, летом и осенью мы говорим о кишечных проблемах, которые здесь есть. И сегодня эти проблемы, они не вышли за рамки ситуации, которую можно назвать критической. Сегодня даже по аналитическим данным наших Роспотребнадзора, инфекционной службы, заболеваемые с кишечными инфекциями на 27% ниже, чем был за этот же период в прошлом году. Врачи-эпидемиологи следят за санэпидрежимом в курортном городе. Ежедневно берутся пробы морской воды, их исследуют в лаборатории. Для этого используется суперсовременное оборудование, которое позволяет экспресс-методам проводить анализы воды. На сегодняшний день все показатели в норме. Вот мы видим, что железо 0,27. Если человеку и ставится диагноз кишечной инфекции, то заражение происходит, отмечают санитарные врачи, пищевым путем. И море тут ни при чем. По показателям у нас вся вода соответствует нормируемым показателям. Как по микробиологическим, по санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показаниям. Сами люди соглашаются с тем, что несоблюдение ими правил личной гигиены приводит к испорченному отдыху. Но заставить себя на курорте быть другими не хотят. Тем не менее, задача – научить отдыхающих быть внимательнее к себе и к своим детям. И перед тем, как лететь на отдых, выучить правила поведения на воде и под палящим солнцем. Сочи до следующего отпуска должен напоминать о себе только яркими, запоминающимися моментами, но никак не болезнями. Елена Австецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.